Райзинг Форс Онлайн Райзинг Форс Онлайн В этом мире в жесточайшей борьбе за контроль над всей галактикой и обладание бесценными ресурсами сошлись три расы. Вы можете присоединиться к расе великих инженеров Белату и сражаться с противниками, находясь внутри меха, боевого робота. Либо присягните на верность священному альянсу Кора, волшебной расе, повелевающей силами природы. Или же, если вам хватит на это смелости, станьте представителем футуристической расы разумных роботов-акритианцев, несущей разрушение и смерть во всей вселенной. Итак, приготовьтесь, сейчас вы увидите краткое прохождение этой игры. То, что вы сейчас видите, одна из возможностей модификации своего персонажа на ваш вкус. Чтобы начать игру, вам нужно присягнуть на верность одной из трех противоборствующих сторон. Вы можете выбрать уже готового персонажа, но мы советуем вам создать своего нового уникального персонажа. Для игр этого жанра создание своего собственного уникального персонажа играет очень важную роль. Возможности игры Rising Force Online позволяют создать персонажа, внешний вид которого не повторялся бы среди многочисленных игроков по сети. Итак, мы создали персонажа и начинаем демонстрационный ролик. Играя в Rising Force Online, вы не можете не обратить внимания на то, насколько тщательно прорисованы детали окружения в этой игре. Различия между городами разных рас очевидны и поразительны. Также в самом начале игры вы можете заметить отличную прорисовку всех деталей персонажей на невиданном до сих пор для онлайн-игр уровне. Давайте взглянем на персонажей поближе. Сейчас мы демонстрируем вам несколько примеров вооружения персонажей. Все детали оружия прорисованы очень тщательно, опять же, на беспрецедентном для онлайн-игр уровне. Оружие варьируется от простых одноручных клинков до футуристических разрушительных технологических достижений. Также в игре Rising Force Online у каждой расы есть своя отличительная особенность, присущая только ей одной, которая растет по мере приобретения опыта героям. Удивительная империя аккретианцев встраивает в свои тела различные вооружения, становясь тем самым машинами убийства. Это не только ракетные установки, но и многие-многие другие смертоносные устройства. Священный альянс Кора использует свою силу духа для призвания мощных созданий, которые защищают Кора и нападают на их противников. Союз Белата использует свои инженерные способности для конструирования гигантских роботов-мехов, которыми они управляют в бою. Многочисленные карты, продуманный сюжет и отличная анимация позволяет нам с полным правом утверждать, что игра Rising Force Online является новой и уникальной в своем роде в жанре морг в целом. К примеру, весь мир этой игры разбит на несколько зон, и каждая зона отличается своей уникальной архитектурой, усиливающей или снижающей возможности каждой отдельной расы. Комбат – это ключевый компонент для любого ММО-дэма. Играние всех монстров в игре значительно отличает Rising Force Online от игр жанра морг. Режим игрок против игрока предусматривает игру не только против раз противников, но и против остальных игроков в целом. На ваше усмотрение, остается, играете ли вы в команде или один против всех. В игре есть одна особая зона под названием «Угольная шахта». Как мы уже говорили, война в игре ведется не только за власть, но в основном за ресурсы. Поэтому угольная шахта – стратегический и политически важный объект в игре. Все расы борются за право обладать ей, но им всем противостоит огромный и практически непобедимый хранитель шахты. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам понравился этот краткий демонстрационный видеоролик к новой игре Rising Force Online – одной из самых долгожданных и необыкновенных игр жанра морг. Мы хотели в столь краткое время успеть рассказать вам о том, какие противники и монстры вас ожидают в этой игре, и дать хотя бы краткое представление о сюжете и ходе игры. Надеюсь, вам понравилась наша игра. Более подробную информацию о ней вы сможете получить, зайдя на наш официальный сайт – www.rf.defisonlinegame.com. Выход игры запланирован на февраль 2006 года. Издателем выступит британская компания Codemasters. Продолжение следует...